Твоя правда, редко мы собираемся в таком количестве, для этого нужен особенный, особый повод. Всем привет, вы на канале Дивплей и мы продолжаем проходить историю одного неудачника многолекого. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Эх, вот мы и остались вдвоём, ну чё, обмоем это дело? Ну отводяры, наверное, откажусь, мне-то блютусики роднее, но компашку тебе составлю. Можно и остальный народ к этому делу подключить, совместить, так сказать, приятную хуйню с полезной. Великолепная мысль, тогда погнали! Я обзвонил всех, кого мог, и вскоре мы сидели в каком-то цикле на складе. Ну а чё, вполне себе нормальное место. Это Юлий тебя так, на тебе живого места нет. Да давно уже, я вроде как оклемался уже. Жаль, что всё так вышло, но я пытался это предотвратить, ты помнишь? Помню, базару ноли, не будем о грустном, давайте за борьбу! Мы все чокнулись, я и Алисофак пили родненькую столичную. Пианур потягивал пивко, словя факт свой дюше, с которой он прихватил с собой. А что, ботанера не позвали? Звали, у него там какой-то ебучий эксперимент, да, алканер? Да и я не горю особым желанием с ним пересекаться, в прошлое нашу встречу я его нахуй послал! В общем-то, довольно неплохо и душевно протекала наша посиделка. Пока не появился с опозданием Ленофил. Он сразу же сцепился с Пиануром, но и эту схватку проиграл. Из-за их шума нас услышала Ольга. Желания идти с кулаками на конфликт ни у кого не было, и мы решили дружненько свалить каждый по своим циклам. Только славяфак решил остаться и прибраться за всеми. Я напряг свою былую чуйку и переместился прямёхенько к Микуфилу. В этом цикле была ночь, а сам он сидел на пляже и грустил. Это ты! Разве не должен созвать армию и всё такое? Да не убегут они никуда! Тем более, куда созвать, если пионер ещё местечко не подготовил? Опять пьёшь? Да. Вообще, я собирался везде ничего не употреблять, дела намечались. Но слава Демиургу обошлось. Что это за дела такие? Я допил банку Ягуара и отбросил её в сторону. Да так, лучше тебе не знать. Просто поверю. Как скажешь. И что дальше? Честно, сам не знаю. Впервые всё пошло не по намеченному пути. И теперь, наверное, даже пионер не знает, что дальше. Думаю, с этого дня мы сами вершим свою судьбу. А заключается оно в свержении тирании Юлия и возвращении домой. А как же мы всей толпой вернёмся туда? Как расселимся? Как объясним, почему нас так много? Я тем временем вызвал себе ещё водочки. Да не знаю я! Пионер обмолвился как-то, что мы все можем обратно в одного человека собраться. Чё, как могучие рейнджеры? Ага. Заберёмся в одного большого Семёна. Блин, с другой стороны, это будет грустно. Никаких тебе посиделок с самим собой. С семью своими копиями, как на том обеде. Да ладно. Мы же всё равно все будем вместе. Да и не факт, что всё так случится. Раньше времени не заморачивайся. Давай лучше выпьем вместе, как в старое доброе. Не, это ж твоя прерогатива вечно бухать. Давай глоток сделаю, чтобы совсем не обижать. А потом потоплю в воду тихонько. Настроение такое, сам понимаешь. Я вспомнил самого себя после смерти Мику. Стравы, истерики, галлюцинации, суицидальные мысли. Оно у тебя сейчас намного лучше, чем могло бы быть. Поверь старому дураку. Микуфил отхлебнул из бутылки и подал её обратно мне. Я же присосался к ней и опустошил немало. А знаешь, пионер мне ещё кое-что рассказал. Говорит, раз уж всё пошло не по плану, то можно и раскрыть некоторые секреты. Оказывается, был цикл, где ты, будучи ещё простым Семёном, не послушался Микуфила. В этом цикле Семёну удалось одолеть его с помощью Ольги, и Мику осталась жива. В тот момент, когда Семён выбирал, доверишься ли... Доверится ли? Произошла какая-то квантовая поебота. Я в этом не силён, лучше у ботоньера при встрече с Пресси, или у пионера лично. Так вот. Время и пространство, типа как разделились в этом моменте. И возникли две копии Семёна. Одна это Т, который прошёл по тому пути, по которому и я когда-то. Только в конце свернул таки. А вторая копия Семён, который смог сохранить свою Хима. И я там тоже был, даже смог споить весь лагерь, заменив компоту в чайной ёшкой. И ещё одно. Ты этого не помнишь, но это Алконер вывел тебя тогда из москлуба, когда туда попозже зашёл Микуфил. И я с Семёном наблюдал за тобой из кустов, когда уже ты, будучи Микуфилом, заходил туда. А не помнишь ты этого, потому что я дал тебе специальную травоотбивающую память. Микуфил потихоньку переваривал мой рассказ. Поэтому он так неожиданно для тебя и появился. Теперь я могу раскрыть тебе этот секрет. Прости. Я лишь выполнял свою честь работы. Забей, теперь это уже не так важно. Просто посижу немного, и плохие мысли сами развеются. Надеюсь. Лады, бывай. Может, ты надумаешь, чего на этом пляже? Я занялся вербовкой Семёнов. Все они были лишь новичками, не помнящими никого и ничего. Возможно, я даже встречался с кем-то из них. Взять того же Семёна с Леночкой, которым я втащил, чтобы добиться... Добыть сишки для Толика. Пионер сам лично пребывал за ними и переносил в спрятанный цикл. Я даже координат его пока что не знал. На мой вопрос о том, как мы их всех одинаковых будем различать... На мой вопрос о том, как мы всех их одинаковых будем различать... Пионер ответил, что уже позаботился об этом. Оказывается, где-то работала наша красильная фабрика. Проще говоря, пионер раздобыл красок в аномальном цикле и вымачивал рубашки всех новоприбывших в растворе. В итоге, хоть и с одним лицом, Семёны носили рубашки разного цвета. В поисках новых Семёнов я забрёл в ещё один цикл. Из здания общих кружков я услышал какое-то пахтение и копошение. Зайдя, я обнаружил ботонера. Братишка, какими судьбами? А я тут Семёнов ещё вербую для нашего дела. Алконер? Что ж, есть у меня тут ещё один. Но он погребён под упавшим на него шкафом. Поможешь поднять? Взамен можешь водку отсюда забирать. Ну и Семёна тоже. Как будто я и так не мог сам отсюда водку взять. Тем более, я уже распил бутылку из этого самого цикла. Ладно, подсобим. Но ты тоже со своего угла возьмись. Совместными усилиями мы подняли шкаф. И ботонер принялся приводить в чувство лежащего под ним Семёна. Я же взглянул на его футболку и всё понял. Ключик! Очнулся! Я уж подумывал, что можно будет тебя вскрыть и органы твои изучить. Давно у меня не было анатомических экспериментов. Не эксп... Не экспериментировал ты б-б-б-ботонера. Лягушки... Не считаются. Решил я подколоть его и заодно подать голос. Это алконер. Стоит поблагодарить его за помощь. Без него поднятие шкафа и спасения и тебя из-под завала было бы невыполнимой задачей. Спасибо! Не б-б-благодаря. Сам не раз по-п-по-пападал в т-т-такую ситуацию. И бетонер пузырь мне обещал. Столичная, родненькая, на все роде я готов. Он про бутыль, которую кибернетики хранят здесь. Я предложил ее алканеру за его помощь, небольшая цена за спасение. Пускай думают пока так. Но ведь это он же. Про него говорил пионер. Вот только в чем его исключительность? Я уселся на стул и обратился к Семену. Тебе же она не нужна? Мне сказали, это твой цикл. Бери, конечно. По правде говоря, я уже не уверен, что это мой цикл. Вас тут стало так много. Бутонера эта фраза немного задела. Если б, внимание, кто б не вытащил тебя из-под этого шкафа. Я лишь рассмеялся с выражения полнейшего недоумения на лице Семена. Твоя правда. Редко мы собираемся в таком количестве. Для этого нужен особенный повод. Мастер подводок в деле. Эх, горжусь собой. И он и есть. Пионер тебе ничей говорил. Что? Ты тоже его видел? Да. Да он моим лучшим кентерой стал за последнее время. Правда, как и с предыдущим алконером, история нашего знакомства началась с того, что он меня убил. И не раз. Подбухиваем с ним иногда. Когда была и вспомнить, хочет. А что конкретно он должен мне сказать? Нас всех... Куча ждет. Нас всех еще ждет борьба. Да, я тоже его видел. Но разобраться, про какую борьбу идет речь, мне не удалось. В следствии чего, интенции пионера остались мне непонятны. Да неужели Жон не посвятил тебя в наши общие планы? Или ты перед Семеном сейчас спектакль разыгрываешь? Значит, это не случайно. Судьба свела нас воедино. Ты избранный, Семен. Настоящая одиночка, отвергшая всех и все. Что тебе навязывал лагерь? Все мы к чему-то привязаны. Кто-то к девочкам. Я вот к бухлу. Ботанер к науке. Это ни к чему. В этом и заключается твоя уникальность. Я никого не отвергал. Это меня все отвергли. Знакомо. Когда-то у меня была дикция к Люсям. Блять, господи. Смотри это из памяти. Хотя дальше у нас еще жрут ботанера будет. Вроде да. Блять, это повторится. Но все закончилось печально. Я тоже был отвергнут. И пытался найти утешение во многих вещах. Но вакуум заполнила лишь наука. Сочувствую. А что еще за Люся такая? Луд сдаешь. Люсю даже не знаешь. Насколько тебе на все поебать? Значит, гипотеза нашла подтверждение. Он и правда избранный. А ведь пионер еще очень давно намекал мне. Рассказывал про Семена, с которым он когда-то давно пил водку в столовой. А потом сказал, что в его цикле время по-особенному как-то течет. Пионер давно искал такого как-то. Он увидел. Увидел в тебя потенциал. Поэтому он и очистил твой цикл от всего лишнего. Он сказал мне, что я тебя встречу. И ботанер без каких-либо четких инструкций сам тебя нашел. Ты притягиваешь других нас... Как магнит? Тогда понятно, почему его поле фиасковости такое мощное. Даже шкаф не устоял. Феноменально! Вы меня извините, ребят. Но это все как-то слишком. Мне надо перекурить. Мы успели немного переговорить с ботанером, как к нам заявился еще один персонаж. Кажется, ботанер был удивлен его приходом. Здрасте. О, брат! Ух! И кто тут? Ну все, сейчас наши поля фиасковости такой эффект дадут, что... Ботанер, успокойся. Нас тут все равно скоро будет столько, что ты еще будешь с теплотой вспоминать нашу маленькую компанию. Алконер, я ведь тебе и одну вещь должен. Он вынул из кармана флягу и протянул мне. Ого! Ого! Ты про... 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 Не ожидал... Видите, я снова... Спасибо, братишка. Да за что спасибо? Говорю, уж должен был. Я ведь и правда не ожидал больше эту флягу в своих руках подержать. Но раз уж мы нарушаем все нормы теперь... Я вызвал себе баночку ягуара. Дело надо отметить. Так, все-таки, какими судьбами? Я в этом цикле уже бывал и с Семеном этим виделся. Еще много циклов назад, как раз перед общим сбором. Отсюда я к вам и рванул тогда. А что ты тут делал? Из твоего утверждения я могу сказать заключ... Сделать заключение, что Алконер тоже знает этого главного неудачника. Так и есть. Просто... Подзабыл слегка. За давностью лет. Но пионер напомнил недавно. Я этого Семена полностью... Семена способностью к перемещению удивил. Думал, поможет мне в обмен искать Мику. Но в итоге старговались на предоставлении мне ее домика в этом цикле. Помню, помню. Значит, он еще не отошел от твоего поля фиасковости. Плюс его собственное, а потом еще и я в этом цикле появился. Невероятно! Ну что, пойдем к нашему Семену? А то он там все курит, нервничает. П... Погнали, мужики-чоры! Чур я! Элкатос! Ээээ... Ты будешь, Ромико, а ты умник, Б... Бартос! Мы вышли из здания и увидели нашего избранного. Видок у него был неважный, я предложил нам всем отправиться в столовую и перекусить. Там я показал Семену свою суперспособность, пока Мику Фил с ботанером химичили на кухне. Вскоре они вышли с жареной картошечкой. Блин, я б тоже ее сейчас навернул. Да скажу честно, я ее в любое время суток навернул бы. А после мы еще и попивку раздавили. В общем, было хорошо. Когда мы выбрали место для ночлега, я сразу же забил за собой домик Ольги. Разбудил меня ботанер. А че от свалота хотела, узнаем уже в следующий раз. На этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр! Всем пока! Вернись ко мне, моя мечта! Из уголков пустой вселенной Верни мне жизнь и согревай Освободи меня из плена